Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфиропроводоцелитель. Мы говорим о здоровье. Вы спрашиваете, где случай исцеления? Пока буду хвастаться только тем, что есть у пациентов улучшения. И даже, вот пример будет консультации, даже просто от отмены, то есть коррекции питания, отмены самого необходимого, то есть самого, скажем так, поражающего, то, что было определено на консультации, и на фоне фитотерапии улучшения, но при этом неправильное применение гомеопатии, и вот нужно было носить, потеряли, перестали. Вот пример специальной консультации, где понятно, почему я делаю программы очень такие большие, массивные, с разными условиями, и это и фитотерапия, и много пунктов с различными направлениями, там ударная, лимфодетокс, вспомогательная, да, потому что вы не все берете, на чем-то экономите, на себе экономите, и при этом на той еде, которая поражает человека, ну вот, как правило, почему-то на этом не экономят, причем на самом поражающем, там животное, происхождение пищи какая-нибудь. И, значит, вот пример, у нас был диагноз, поставлен врачами атопический термотит, в виде мокнущей экземы проявления, врачи подкорректировали диету, они запретили есть что-то живое, кроме огурчиков и яблок. Ну, такая жизнь для ребенка, конечно, нерадостная, хотя я жил вообще без фруктов практически круглогодично, и я просто о них не знал, и они так не продавались везде в моем детстве на каждом шагу, но и расплата, конечно, болезнями была тоже все детство. Так вот, сразу мы на первичной консультации мы определили, что у нас есть следующие поражающие факторы, это сосальщик, один канал, печеночный сосальщик, да, три вещества, микробиоты выпало, и двойная аутоиммунная болезнь, то есть антитела под двум видом белков. Это здесь вы видите глютеновый, но, кстати, сюда вошла и киноа, которая якобы нет глютена, и белок птицы. Ну, у нас была назначена большая, вы видите, вот программа месяц назад, и это было для пятилетнего ребенка, она антипаразитарная и подавляющая аутоиммунную реакцию, способствующую освобождению тела от антигенов. Она здесь включает, видите, ударную силу, сапционную часть, она оказалась очень кстати, и здесь была также вот гемеопатия, которую заряжали через стекло, там плохо, там у меня четко есть ссылка, дается инструкции, где показано, что заряжать воду надо через тонкий пластик, а не через стекло, и иначе эффективность уже не гарантируется. И мы, когда смотрели на привычные консультации, обнаружили, что у нас сам атопический дерматит связан с аутоиммунным процессом и именно антителами по глютену. Второе, это токсины сосальщика в лимфе, она от этого вот это все чесалась, то есть ухудшение, и дополнительно это синдром древнего кишечника, причем его провоцируют различные белки и аутоиммунная реакция номер два, а именно по белкам птицы. То есть такая очень, видите, сложная, ну вот посмотрите, у нас было, сколько обнаружено достаточно сильная реакция, номер один и номер два аутоиммунная, и сосальщик, вот 5 из 7 негативов по левой доле печени, вот, и у нас выпали вещества микробиоты, и в вино, и здесь и сосальщик, и качество желчи, а это следует из того, что у нас в желчно-водящих путях сидит сосальщик, там естественное качество желчи, и подача желчи нарушенная, и аутоиммунная реакция номер два, тоже посодействовала тому, что у нас выпали вещества микробиоты. Синдром древнего кишечника был выражен, и здесь влияние аутоиммунной реакции по белку птицы, ну и вообще белковая и углеводная пища, гниет бродица, сдаёт синдром древнего кишечника. И давайте посмотрим с вами, что, значит, мы увидели уже на вторичной консультации. Мы увидели то, что у нас синдром древнего кишечника, ну, поскольку на момент анализа ребёнок не носил специальную гемиопатию, потому что потерял. Ну, как делать копии? Сразу вот вы получаете, мы и так копии присылаем. У нас есть эта информация, как размножать, да, сразу сделайте копии, раз да, дети теряют, это естественно. Здесь вот влияние антител номер два, оно продолжает работать, и таким образом как бы синдром древнего кишечника всё-таки выражен. Сосальщик при утих, вы видите, два негатива из семи, а не пять из семи, и там осталось 8% до того, чтобы от него избавиться. Осталось совсем немного, но вот за 25, за три первые недели полностью всё-таки справиться пока не удалось. Ну, при том, что на самом деле, если бы правильно применяли бы гомеопатию и носили, и пили бы правильно заряжая, то, скорее всего, мы бы уже и не увидели сейчас сосальщика. Три вещества микробиоты больше не выпадают, то есть с микробиоты мы восстановились, и два вида антител светятся, но уже, вы видите, было 4 из 7, а стало 2 из 7, это по первому виду антител на глютен. Было более 130 миллиграмм антиген в сухом остатке, а стало 117, тут уже я измерил более, скажем так, качественно. И по номер 2 тоже было 6 из 7, стало 3 из 7 по белку птицы, да. Было более 160 миллиграмм, я грубо тогда измерял на первичной консультации, а вот на вторичной уже 132. То есть идет освобождение, но тут надо понимать, что человечку 5 лет, и, конечно, там тело борется за жизнь намного сильнее, чем у взрослых. Вот, ну, мы здесь сделали программу, вы видите, на, далее, на второй месяц, здесь опять все подобрано и по дозам, то, что годится вот для 5-летнего ребенка, и здесь и сорбционная часть вот улучшена, потому что она помогает, и здесь также вот дополнение для, тоже это хорошо работает, это Годжи Докторс 10, Деприкант по иммунитету, и дана вот расширена гемеопатия, видите, она, и есть и облегченная ее версия на случай, если будет все-таки ухудшение. Возможно, ребенок потерял не просто так пластинку, потому что она, скажем так, его, ну, интуитивно он почувствовал, что она как-то угнетает. Это правда. Вот эти рабочие наши пластинки гемеопатические, они несколько как бы могут вот создавать дискомфорт. Ну, просто надо тогда делать перерывы, пока их носишь. Ну, что же, вот таких примеров у меня много. Есть вообще как бы такое, что вот вторичная консультация, я спрошу, а что вы делали? Говорят, ничего, ничего. Мы смотрим, ну, стало там хуже с чем-то, да, то есть ничего не делали. Вот, и как бы, хотя было вот назначение. Ну, вы как-то отнеситесь по-серьезному. То есть, если вы приходите к врачу, вам там назначают кучу, как правило, всяких ядов. Вот, и вы это, как правило, выполняете. И потом опять идете к врачу. Но как по-другому, потому что вы уже в зависимости. Все, это уже как наркоманская игла. Да, вас посадили, да. А здесь получается, что вроде это все, да, это натурально. Это, ну, многопланово. Но вот, как бы, ну, раз это не врач, ну, значит, можно просто об этом как бы и забыть. Вот. Или, например, человек может мне сказать, ну, я вот не поверил, что мне можно помочь. У меня, наверное, онкология. У меня там что-то вот тут вот и хуже, и там хуже. Вот. Ну, а вот есть пример, где все-таки что-то начали делать. Идет улучшение, да. Хоть не все полностью. Я, конечно, не то чтобы наставил, рекомендовал убрать полностью, конечно, всю термически обработанную пищу. И там любые семена, там и злаки, бобовые орехи. Оставить только овощи, фрукты. Вот. Но в конце концов овощи на пару. Понятно, что здесь этого не сделали в конкретном случае. Но убрали хотя бы те белки, на которые идет явно аутоиммунная реакция. И все-таки применили фитотерапию. И кое-как пытались сделать гомеопатию. Ну, вот. Так что. И все равно идет динамика. Все равно улучшение. В принципе, на самом деле, вот, посмотрев этот ролик, что-то вы можете предпринять. И посмотрев другие ролики, предпринять сами и бесплатно, и без консультации. Ну, консультация дает дополнительную уверенность. Проверку, да. Требуется, на самом деле, ну, первичное, вторичное через месяц. Если сейчас добьем, все сделают правильно, вот еще будет через месяц консультация, мы увидим, что социальщика нет, что антигенов там стало вообще, ну, скорее всего, не ноль еще, да, но еще меньше. И можно будет расписать уже программу на несколько месяцев вперед и обойтись дальше без консультации. И еще очень важно. Мы, видите здесь, мы не лечили диагноз, да, потому что спрашивают часто вот на канале, переспрашивают, а вот аутоиммунный тиреодит, вы можете помочь? Помочь нет, вы сами себе будете помогать, а вы, вы как бы лечите это? Нет, диагнозы не лечим. Более того, начинаем копаться именно по симптоматике, да, и далее уходить в патогенез, смотреть именно причины, хотя бы даже без метафизического какого-то смысла. И конкретно вскрывать, да, и вы видите, что приводило к этим симптомам, и значит уже понимаете, что вы можете отменить, применить, какую фитотерапию, какую гемеопатию, да. И конкретные действия, они дают конкретный результат. Поэтому то, что у вас там стоит аутоиммунный тиреодит, ну, в основном у меня не подтверждается это. Я показываю вам, что щитовидку там убивает лимфа, там токсикоз печёночный, бактериоз по лимфе идёт, и деструкция клеток щитовидной железы, к примеру, да, а аутоиммунного заболевания там, например, нету. Такое очень часто. Поэтому, ну, как я буду лечить вам вот этот диагноз? Ну, вы хотите, вот, это чистая бюрократия. То есть, ну, вы тогда просто карточку даёте мне своё на лечение, тогда при чём здесь вы, да. Вот это та самая система, вот на примере медицинская система, вы видите. Именно эта система сейчас, по сути, по западному миру, да, по такому развитому миру занимается спасением людей, вот, от какого-то там вируса. Ну, вот, собственно говоря, в парадигме вот этой медицинской системы, вот она, это называется удушение, да, удушить объятиями, да, любовью. То есть, вот такая вот она любовь. Ну, а конкретно выходить из ситуации, конечно, это, видите, это затраты какие-то реальные, что-то покупать надо, перестраивать своё, как бы, осознание, что, так, лекарства не нужны, есть натуральное, что что-то тут вот надо заряжать, воду какую-то, что-то носить, то есть, что-то делать, отменять привычные какие-то там, вот, булочки, да, и птичку уже не есть, то есть, конкретные действия, а не просто вот, ну, врачи разберутся, ну, врачи разобрались, вон, вообще поставили, по сути, человеку блок, то есть, вот, человеку 5 лет, а у него, мы измерили, желудочно-кишечный тракт за последнюю неделю средняя функциональность на очищение внутренней среды 47%, ну, так, ну, наполовину функциональность уже поражена, вот этого только шлюза, то есть, мы чего, мы ведём ребёнка к тому, чтобы у него было запертое вот это состояние, то есть, чтобы старел и умирал, ну, а натуропатия предлагает другой путь, выхода из этой ситуации. Андрей Широков, Клуб Эфель, производитель, до скорых встреч!